Три гектара земли за три миллиона. Первые крымские торги прошли без скандалов и драк. Оба лота улетели в Киев. Владельцем драгоценной земли на ЮБК стал некий строительный холдинг. Менее чем за один гектар в Гурзуфе столичные предприниматели отдали 707 тысяч гривен. А участок в 2,5 гектара обошелся им в 2,5 миллиона. Заметим, изначально эти наделы оценивались в три раза дешевле. Участник под номером 6 предложил цену 2 миллиона 414 тысяч 700 гривен 3. Продано. После подписания трехстороннего протокола новый владелец делится впечатлениями и оценивает нанесенный своему кошельку ущерб. Предложили меньше, чем рассчитывали при особо изощренных обстоятельствах. Добросовестнее продавца, чем государство официально, вряд ли и придумаешь. Потому что, когда приобретаешь у частного лица, то возможны нюансы, которые утаивают сами продавцы. Новоиспеченный финансовый пирог уже придумали, как будут делить. 35% от прибыли достанется республике, 55% – Гурзуфу. Еще 10% отойдет официальному Киеву. С инвестором, который публично приобретает объекты и вовремя платит налоги, говорят наши чиновники, работать проще и надежнее. Вот только контролировать дальнейшую судьбу участка, после слов «продано» государство не сможет. Инвестор, он правит делать с этим участком, что хочет. Он может его впоследствии перепродать более интересным инвесторам. Почему бы и нет? Но мы настаиваем на том, чтобы там было строительство в ближайшее время. Новому землеволодельцу предстоит заплатить заявленную им сумму в течение 10 банковских дней. А организаторам торгов пора задуматься о проведении следующего аукциона, на котором, сообщили в Рискомземе, участки будут не только продаваться, но и сдаваться в аренду.